добрый день приветствую вас на канале века пешвер вязание крючком и спицами сегодня я буду продолжать вязание своей юбочки ажурной из хлопка вот такого узора я думаю в принципе всем известный листиками возможно я его немножко как-то переделала под себя в принципе его можно найти в интернете вижу я его вернее вижу я ее эту юбочку из бобиного хлопка очень тоненького 1400 метров 100 граммах вяжу крючком 1 из 6 в 3 нити откуда от матка от бобины этот способ я думаю многим известен вот таким образом думаю сейчас увидите из этого же хлопка в прошлом году я вязала своему сынули код джемпер крючком вот такой милаш получился с жирафом с плюшкой тоже такая аппликация вот очень хорошо и пришел что здесь нет швов резиночка крючком такое ажурный средней плотности так скажем узор боковые швы здесь есть в шивной рукав и обработан обработана горловина рачьим шагом ну в принципе достаточно неплохой получился летний такой джемпирог аля после дождя усынули уже из него вырос поэтому я решила теперь в этом цвете похожу я будет у меня вот такая вот хлопковая юбочка и и я тоже делаю на резинке резинка крючком дальнейшем хочу продеть внутрь резинку нитку чтобы она стягивала при на диване так как все-таки хлопок он не держит форму и вязание идет у меня по кругу повторяем узор вот начиная где-то отсюда то есть тут начало еще такое было ажурное слегка ананасиками далее уже листочки нас для сегодняшнего вязания я приготовила тег как я уже сказала психология вязальщица автор этого тега наталья хомякова отмечу я ниже под видео думаю мне будет интересно ответить на вопросы вам интересно послушать ответы на эти вопросы заранее вопросы я не читала он так прибежалась глазами но не вникала для того чтобы максимально сразу и честно ответить на них всего вопросов здесь 10 но есть некоторые под вопросики я вот здесь себе на телефоне открыла их и буду подглядывать и вязать своим крючком первый вопрос что вас больше мотивирует на вязание какой-либо вещи и варианты дам просто понравилась пряжи и захотелось пустите в дело эта вещь обойдется дешевле чем аналогично в магазине хочу связать и все неважно сколько это будет стоить главное оригинальность или еще какой-то вариант и так что же больше всего больше всего меня мотивирует не пряжи я бы сказала потому что многие видят пряжу ну не знаю насколько многие я так думаю что очень часто взялись и видят пряжу уже обдумывают некий проект под нее у меня немного наоборот я иду от модели либо от узора то есть мне нравится вот этот узор для юбочки я захотела себе юбочку мне нравится вот эта модель джемпера детского я ищу пряжу под ним под нее под модель или есть ли мысль о том что вещь обойдется дешевле чем аналогичная в магазине нет таких мыслей нет я думаю есть мысли наоборот что ручная работа ценится дороже чем одежда из широких масс почему потому что это ручная работа даже когда вижу себе я все же оцениваю это как ручной труд как нечто эксклюзивное даже я хотела сказать очень нравится мне эти вязание что можно что-то подправить что-то исправить под себя свои хотелки и желания вот допустим весной я вязала себе жилет руководствуясь моделью из журнала но в журнале там был свитер с воротом такой с длинными рукавами но я себе свитер не хочу не хотела но узор схемы взяла за основу для жилета вот примерно так идут мои мысли поэтому вопрос второй вопрос рукодельная депрессия это когда ничего не хочется вязать а если пытаетесь что-то сотворить то ничего не получается от слова совсем и от этого становится еще грустнее если вы уже были в такой ситуации поделитесь советом как вы побороли творческий ступор да бывают такие моменты так скажем творческая депрессия но как я с этим борюсь борюсь творческим способом или работа еще раз работа я обычно одновременно вяжу несколько проектов какие-то на крючке какие-то на спицах тем самым переключаясь с одной техники на другую также размер имеет значение вот допустим я сейчас крючком тонким вяжу и другой проект наоборот на толстых спицах то есть переключаясь с таких проектов немного отдыхают руки кажется ну не кажется получается совершенно разного плана проекты либо я наоборот ухожу в такие моменты в оформление допустим блога фотографии постов то есть немножко углубляясь в техническую сторону прохожу какие-нибудь курсы смотрю какие-нибудь вебинары ну не мотивационные а так скажем по делу там техническое какое-то оформление или продажи, маркетинг вот что-то в этом плане то есть мы немножко переключаем мозг очень мне меня вдохновляет просмотр журналов и у меня есть стопочки тех журналов которые я покупала еще будучи студенткой есть журналы которые мне отдали и все как-то порвалось их тоже отдать зачем сейчас есть интернет но нет я все же их оставила как раз для таких случаев для вдохновения когда ничего не хочется вязать а хочется посмотреть посмотреть поэтому в принципе я сейчас подумываю над тем чтобы хоть изредка покупать какие-то журналы вязания но хотелось бы приобретать такие журналы которые больше так скажем про модное вязание чем про мастер-классы описание прочее то есть больше картинок для вдохновения видела некоторые такие иностранные журналы взяла себе на заметку но как бы не искала где они как их можно заказать приобрести если у вас есть какие-то уже налаженные каналы можете написать в комментариях мне будет очень это полезно я бы хотела почитать журнальчики ну вот таким образом выхожу из творческого ступора третий вопрос стоит ли впихивать своим родным и близким ваши готовые вязаные работы если они этого не просят ведь они могут и принять ваш подарок но носить не будут может лучше вязать по заявке я никому не вязала из своих родственников за исключением маме маме я вязала такой сетчатый жилет но это было было не тайна как бы не помню точно предысторию почему я начала вязать ей жилет в подарок но было что-то того что в журнале она сказала вот это мне нравится а я такая ага и просто сходила купила нитки и связала ей подарила что-то вроде на новый год очень он ей понравился но она его не носила так он у нее лежит как бы она его видит с каким-то там идеальным костюмом которого нет вот так он и лежит в принципе больше никому я не вязала ну ребенку ребенок как говорится маленький против не будет в принципе носит все что я ему вяжу но вяжу я ему достаточно мало ну вот буквально там пару жилетиков пару пулловеров лапа пейсу вязала ну как бы быстро вырастает из этого носит это мало как бы я вяжу так для практики ну естественно носочки пинеточки ну вот вот так ну то есть я заявок ко мне в принципе не поступало все знают что я вяжу на заказ то есть за деньги поэтому за деньги никто не хочет вязать вернее заказывать поэтому такой проблемы с впихиванием втюхивания вещей у меня нет то есть я вяжу либо ребенку либо себе либо на заказ то есть вот в принципе три направления ну большинство конечно же все же на заказ то есть ребенку больше вяжу чем себе вот наконец-то юбочку себе связала жилет себе связала в этом году год меня по моему так так сейчас следующий вопрос родные не понимают зачем мне столько пряжи почему я трачу на нее последние деньги из заначки как найти с ними общий язык ну ко мне вопросов таких тоже не поступало так как я человек который все планирует прописывает расписывает каждый моточек когда я его купила почем сколько стоила доставка этого моточка то есть все это я фиксирую поэтому как бы родные не сомневаются что лишние деньги я не потрачу конечно бывают случаи когда где-то маханул слегка прикупил больше чем нужно было но уже где-то пару лет назад я занялась вопросом расхламление своего гардероба и вместе с этим пошло сюда и расхламление пряжи ну не в плане выкидывания в плане вывязывания всего что есть в наличии конечно же по ходу этого всего я докупала пряжу но это все было прям под проекты и практически все оно извязалось и вот буквально этим летом я достала из окромов еще парочку пакетов с пряжей но там прям комплекты пряжи такие остаточки которые я придумала изводить на мотивы африканские квадратные разного размера разных цветов для пледа или дорожки не знаю что получится по итогу скорее всего какая-то дорожка потому что все таки цвета прям не сочетаемое с сочетаемым посмотрим что из этого получится поэтому родные в принципе не задают мне таких вопросов на данный момент у меня где-то одна полка комода с пряжей ну и так может быть на полке где-то лежит может быть в корзинке мотков 5-6 хлопка но сейчас для проектов по пинеточкам то есть не так много я бы сказала у некоторых еще больше так следующий вопрос не могу наладить рабочий график вязания как правильно организовать вязание так чтобы все успевать поделитесь своим опытом здесь конечно я могу наговорить много полезного про планирование ну и у меня бывает так что я не успеваю потому что я все же люблю вязать несколько проектов сразу до пяти проектов сразу иногда мне переклинивает в какой-то один проект поэтому сейчас хочется поучаствовать в совместных проектах которые далее будут оглашены в моих видео для того чтобы тоже немного упорядочить этот процесс я думаю как раз вот совместные проекты они ну тематические совместные проекты как раз помогают планировать помогает выполнять что-то поэтапно по шагам особенно такие проекты где там довязать недовязы допустим или вязать определенное количество рядов или определенное количество времени думаю такое оно очень помогает как-то в свое время я так писала свою дипломную работу нашла в интернете какую-то такую карту в виде бродилки где были пронумерованы там допустим 20 блоков где-то и написано допустим сегодня отдохни или напиши сегодня одну страницу дипломной работы и я в рандомбайзере подкидывала так скажем кубик и выбиралась у меня там что-то сделать страницу дипломной работы или сегодня отдохнуть и таким образом я и делала такой небольшой игровой момент я думаю можно таким воспользоваться если прям не хочется что-то делать но нужно спланировать свою работу чтобы она вообще в принципе как-то продвигалась конечно те работы которые на заказ они идут первой очередью а затем идут если из своих работ работы сезонные то есть допустим вот сейчас лето я почему-то подумала в середине лета цена тебе юбку и хочу ее хотя бы в августе поносить ну вот так распределить можно ну и в принципе уделять любимому делу хоть какое-то количество времени в течение дня или недели хотя бы и я думаю процессы пойдут подаренный вами вязанный подарок плед, жилетка, шарф или что-то другое выбросили разрезали на тряпки или используют не по назначению вам главное подарить а там пусть делают что хотят или для вас важно носят ваши вещи или нет ну как я сказала у меня особо не было такого чтобы я что-то дарила кому-то вязала ну есть там какие-то игрушки может быть пинетки которые я дарила носочки мне важен отзыв о том что в принципе это на деле как-то хотя бы разок для фото ну а дальше в принципе пусть режут если хотят это уже вещь другого хозяина так скажем конечно как где-то я читала цитату хочется чтобы мои свитера да ну в принципе любые вещи передавались из поколения в поколение ну ничего страшного если пока нет пока не передаются по наследству милые уютные свитера поэтому нет мне не жалко как говорится вещь хозяина дело хозяин поэтому нет далее нравится ли вам видео с музыкой и вязанием без лишних слов или все-таки вам интереснее слушать что рассказывает блогер даже если видео сильно растянуто по времени о кстати вот этот ответ на этот вопрос я бы хотела услышать и от вас подписчики потому что мой канал начинающий и я думаю пока в каком балансе мне быть делать больше мастер-классов либо поснимать такие говорящие руки или говорящую голову то есть вот ответ на этот вопрос и от вас я хотела бы тоже услышать но от себя я подписана на youtube каналы вязальщиц и смотрю разного формата видео и где просто под музыку что-то вяжут быстро-быстро да как бы немного даже в перемотке и вот такие говорящие руки тоже я слушаю пока там готовлю убираюсь где-то смотрю благо сейчас можно перемотать то есть мне в принципе и то и то нравится конечно если это какие-то мастер-классы то я бы хотела уточнение голоса каких-то действий потому что иногда все же видео не совсем четко показывает что там делается а еще лучше если есть какие-то субтитры ну допустим если часть голосом часть субтитрами вот мне как-то вот так нравится ну допустим какие-то простые там уберите кончики да это можно не говорить голосом а можно написать в субтитрах я вот тут заговариваюсь и периодически вяжу не так как нужно так сейчас пойдем дальше признаетесь ли вы своим зрителям если в прошлом мастер-классе или видео была допущена ошибка неточность ну или что-то вроде этого или придумаете как сгладить этот момент я признаюсь я в следующем видео скажу что ребята вот таком мастер-классе была опечатка в том видео напишу где-нибудь в комментариях внимание вот в этом моменте ошибка у меня по-моему что-то подобное было но в принципе такое мало возможно что будет какая-то такая ошибка ну всякое бывает конечно но свое видео я пересматриваю на много-много раз ну я напишу об этом я не буду говорить ой не там нечаянно я забыла я напишу потому что если это мастер-класс человек будет повторять его сделает ошибку будет очень неприятно этому человеку потом придется все равно же доделать работу даже после каких-то ошибок и человек обратиться ко мне поэтому я лучше напишу если вдруг кто-то находит или найдет ошибку у меня в мастер-классе то я конечно же буду рада ее исправить если она действительно там есть ну вот я больше переживаю за свои какие-то речевые ошибки в последнее время интересует слово петелька или петелька и на разных видео смотришь это по-разному думаю пора уже записать некоторые слова и пытаться правильно называть их с ударением ну в принципе я не критично отношусь к такого рода ошибкам но лучше исправлять лучше стремиться к лучшим видео к лучшему мастер-классу так стоит ли вести дневники и писать в них важную информацию расчеты схемы идеи планы или это отнимает больше времени чем вязание ну как я уже говорила я человек который планирует у меня есть такие дневники тетрадки распечатки поэтому да я рекомендую вести особенно если вы занимаетесь продажами учет нужно ввести обязательно даже если вы там никак не оформлены и п и прочее учет нужен потому что учет позволяет проводить аналитику аналитику времени затраченного на вязание потому что как вот вы рассчитываете допустим целом на изделие у меня на каждое изделие зафиксирован таймер какой-то тайминг даже да сколько я его вязала по времени вплоть по рядам если это какое-то длинное изделие но допустим эту юбку я вижу себе поэтому я как-то не таймингую то что на заказ все под таймер потому что время как говорится деньги также я фиксирую все что я купила по какой цене когда и прочее вплоть до инструмента потому что на инструменты я также рассчитываю амортизацию то есть их износ использование крючка входит в цену изделия ну и как бы это вообще не смешно даже а это реальность ручная работа также записываю какие-то схемы но если честно иногда если эта схема какая-то допустим с интернета то я ее распечатываю мне лень лишний раз записывать в тетради и схемы свои хотя у меня там есть листочки в клеточку может быть если вам это будет интересно я покажу свой блокнот рукодельницы я все странички делала сама в ворде и сама распечатывала их последний вопрос да какие вещи вы без проблем свяжете на заказ или по просьбе знакомой знаком знакомого но никогда бы не согласились вязать это лично для себя почему а то есть какие какую вещь я бы связала на заказ но себе нет почему есть вещи которые заказывают люди возможно они очень красивые сами по себе возможно они очень красиво смотрятся на этих людях но не подходят мне мне не подходят по стилю не подходят мне по не знаю по узору то есть но они в принципе красивые но не мои вот такие вещи бы я себе не вязала бы но вязала бы их на заказ естественно детские вещи я бы себе не вязала хотя есть милашные такие разные узоры которые хочется себе тоже что-то такое не знаю там джемпирог с микки маусами там или что-то в этом роде ну я себе такое не вяжу мне больше нравится что-то классическое ну в принципе как-то я себе вязала жаккардом то есть я просто первый раз училась делать жаккард и я себе связала джемпер с мишкой я нашла в интернете схему для вышивки крючком по клеточкам мишки такой тэдди мишка как бы я связала этого тэдди мишку напереди этого джемпера а на спинке я придумала этого же самого мишку то есть стерла глазки стерла пузико у него хвостик придумала и сделала спинку то есть как бы спереди у меня было личико этого мишки а на спине моего же джемпера был этот мишка как бы сзади с хвостиком то есть я сама его таким придумала носила ну это было студенческие годы если б был такой заказ я бы такое связала и себе я такое тоже связала поэтому то что подойдет по стилю мне по цвету там по узору я себе бы такое связала тоже а то что мне не подходит ни за какие коврижки я себе не свяжу и так я думаю на этом мы закончим не знаю насколько интересны получились мои ответы но честно на вопросы ответы не готовила вот сразу как идет так идет и в общем увидимся в следующем видео не забудьте поотвечать на вопросы этого видео а именно я бы хотела узнать ответ на вопрос какие видео вам интересны видео мастер-классов с описанием голоса либо видео какого-то вязания на фоне музыки а и про журналы если вдруг у вас есть какой-то опыт покупки журналов модного вязания то поделитесь каналами пунктами покупок можете как-то в личном сообщении в принципе соц странички тоже на youtube канале подписаны буду рада услышать ответы на эти два вопроса ну и конечно ставьте лайк если вам понравилось это видео и подписывайтесь если это первое видео которое вы посмотрели на моем канале и так мы завершаем на вот такой веселой минуте и и и и